здравствуйте друзья сегодня утром я испытал шок у меня просто волосы дыбом стали когда я прочитал новости вот вы видите они до сих пор еще не упали вот почему это произошло я открыл новости и я просто офигел от того что там написано ну давайте обо всем по порядку вы знаете что я веду канал вот на ю тубе я рассказываю как и куда инвестировать что это хорошо что это приносит большие прибыли и чтобы не быть голословным я делаю я рассказываю о том что делаю сам у меня есть вклад в австрийской накопительной программы в австрии и он у меня действительно есть я советую людям это делать я рассказываю людям о том как инвестировать различные ноты структурные продукты защиты капитала и они у меня есть эти ноты и структурные продукты защиты капитала я советую людям начать начать инвестировать модельный портфель у меня есть модельный портфель друзья мои я это делаю вот и я веду курс биржи для чайников где я рассказываю Ну, как ставить заявки, как снимать заявки, как заниматься трейдингом. Я занимаюсь трейдингом также. И я слежу, естественно, за рынком нефти. Я на срочном рынке, у меня есть активы. Раньше это были фьючерсы, я активно занимался фьючерсами. Сейчас я занимаюсь опционами, ну, просто потому, что мне интересно. Там суммы небольшие. Но, тем не менее. И, соответственно, я слежу за рынком нефти. И нефть, я точно знаю, что падала с начала октября. И там она с 80 долларов на максимум было упала аж до 50 долларов. Давайте посмотрим на графике, что произошло. Вот сейчас мы видим график нефти. Это график на рынке Форекс. Она падала с октября, и она падала, падала, падала в начале декабря. Да, был избыток предложения на рынке нефти. В начале декабря страны ОПЕК встречались, там тоже была интрига. Вы все помните, как Путин обнимался там с саудовским принцем. Потом они встречались, потом они о чем-то договаривались. И вроде как о чем-то договорились, но они договорились сократить поставки нефти с января месяца. И нефть еще по инерции продолжала немного падать. И минимальное значение нефти было 50 долларов за баррель. Это было вот здесь накануне Рождества. Рождества по католическому и протестантскому календарю. А там, соответственно, католики и протестанты – это самые богатые люди. И, соответственно, ну вот так. Что произошло после Рождества? Да, вот этот график, который вы видите, это график на рынке Форекс, потому что и у нас были новогодние праздники. Поэтому, ну, когда у нас новогодние праздники, Форекс часто работает. И поэтому, значит, я смотрю на рынке Форекс, отслеживаю. Что произошло сразу после Рождества? Значит, нефть начала все-таки расти. Вот она выросла с 50 аж до 54 долларов за баррель. Потом она, значит, держалась так вплоть до Нового года. Вот здесь вот, вот этот вот скачок – это 2 января. Наши рынки были еще закрыты 2 января. А в мире уже торги шли. И поэтому я смотрел на рынке Форекс, что произошло. На рынке Форекс нефть скакнула до 56,5 долларов за баррель. Потом слегка опустилась. И вот здесь вот, вот здесь открылись наши торги. Понятно, что, да, у меня были опционы колл куплены на рынке нефти. И, соответственно, ну, я смотрю, да, они вырастут, все хорошо. Вот. И они выросли 3-го числа. Я смотрел, радовался, что 3-го числа нефть выросла тоже у нас до 56. Потом слегка опустилась, но потом рост продолжился. Так вот, что произошло дальше? Почему у меня стали волосы дыбом? Сегодня утром я просыпаюсь и, как обычно, включаю новости на телефоне. Google новости. Что я вижу? Цены на нефть. Нефть бренд подешевела до 54,25 за баррель. Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии. Но ключевое, так сказать, внимание выхватывает. Цены на нефть снижаются. Цены на нефть устремились вниз. Февральские фьючеры на нефть, WTI снизились на 1,7%, составив там 45. Цены на нефть снижаются. Рамблер новости. И только вот корреспондент нет, значит, цена на нефть отыграла вчерашнее падение. Но все равно падение. Все равно падение. Я такой, ну, нефть начала год с падения. Понимаете? И я такой, что случилось? Как? Я же видел вчера биржу. Я же смотрел на нее. Я смотрел на графики. Я видел, что у меня прибыль, что нефть выросла. А тут, ну, как? Как это может быть? Вот сейчас я включаю биржевой терминал текущий. Вот она, нефть. И вот четырехчасовой график. Вот она, третье число. Сейчас я сдвину. Вот. Посмотрите. Вот так закончился прошлый год. Это было 28 декабря. Понятно, что нефть должна вырасти. И вчера нефть выросла. Выросла. Вчера, третьего числа, нефть выросла. И вдруг на следующий день, я читаю новости, нефть упала. Дин, ребята, посмотрите вот на этот график. Вот на этот график, где она упала. Вот, нефть выросла. Вот на старте была нефть такая. И в конце дня стала вот такая. Что вы видите? Что я вижу? Я вижу, что нефть выросла. Вот. От значения 53,44. И в конце дня она стоила, сейчас скажу, ну, 55. 55 долларов за баррель. С лишним. С 53 до 55 она выросла на 2 доллара. Это я вижу. А что видит пресса? Что видят новости? Что видят корреспонденты? Нефть упала. Вы читали эти новости? Я просто, я... Как можно такое писать? Вот я в шоке просто. То есть я это не первый раз встречаюсь, но вот так нагло врать я не понимаю. Вот. И я сегодня задумался, думаю, зачем они это делают? Зачем так нагло врут? Вот. Ну, и потом я подумал, так, хорошо, но пресса и новости – это бизнес. Это бизнес, ребята. И когда... Что такое бизнес и что такое новости? Какие новости пользуются спросом? Что будут читать? Если я напишу как корреспондент, например, да, что все хорошо, ребята, нефть выросла на 2 доллара, все классно будет. И люди обычно не ищут такие новости. Люди ищут, вы видите, какие новости, люди ищут плохие новости. И поэтому корреспондент несет своему главному редактору, говорит, у нас хорошие новости, нефть выросла. Он говорит, ты что? Ты что? Мы можем писать хорошие новости? Нет, мы должны найти плохие новости. И тогда корреспондент смотрит на график, думает, блин, он вспоминает глаза своей дочери, которая говорит, папа, а если ты потеряешь работу, мы что, уже не поедем на каникулы за границу? Или сын говорит, ты что, мне не купишь лего? Вот, и корреспондент понимает, что ему надо найти плохие новости, даже если они хорошие. И он понимает, что врать нельзя. И поэтому он, вот смотрим на этот график, и что делает корреспондент? Он говорит, блин, нефть росла, вот, посмотрите, 17 часов, нефть была 56,33 на максимуме, а на минимуме, там была коррекция, она стала 54,43. Заметьте, 54,43 на минимуме. Вот оно! Обвал на рынке нефти! Вот же он! Где вранье? Нет вранья. И люди не понимают, люди, когда цифры пишут, цифры не заряжены эмоционально. Когда написано 54,46, никто же не знает, сколько она стоила до этого. Никто не знает, что она стоила до этого 50 долларов. А еще, так сказать, она доросала до 56. Ну, а она с 56 упала, упала. Обвал на рынке нефти! Цены на нефть рухнули! Обвал! Значит, блин, трейдеры в шоке! И так далее, и тому подобное. Люди, вот, не верьте этим новостям. Смотрите на факты, на графики. И, опять же, в комментариях, если я говорю людям, говорю, люди, смотрите, модельный портфель вырос на 36% за первый год, за второй год 24% рост модельного портфеля. В прошлом году был очень плохой год. Модельный портфель, тем не менее, вырос. Не так значительно, я пока еще не подводил итоги, но он вырос в прошлом году. Что люди читают в новостях? Акции упали, акции рухнули, акции обвалились, и все такое прочее. И у людей создается устойчивое в голове образ того, что акции покупать нельзя, потому что они постоянно падают. И мне этот человек в комментарии написал, да, но они выросли на 30%, но это же случайность. Они выросли на 20%, но это же случайность. Друзья мои, посмотрите на график. Вот он, график индекса S&P 500. Это средняя температура по больнице по американским акциям, грубо говоря. С 1971 года. Посмотрите, они практически все время росли. Они росли с... Вначале это был в районе 100 пунктов. Индекс S&P 500, средняя температура по больнице, то есть средняя сумма, средняя стоимость акций, выросла до 24 тысяч, до 2459, вот в настоящий момент. 2472 в настоящий момент акции выросли, то есть в 25 раз фактически они выросли за все это время. Но что мы читаем в прессе постоянно? Смотрите, смотрите. Вот здесь вот, что мы прочитаем? Акции упали, обвал на рынке акций, потом они выросли. Снова обвал на рынке акций. Уходите с акций. И тут люди что, покупают, так сказать, на падении? Вот здесь вот тоже обвал, тоже обвалились акции. Вы видите это? Вы видите, что акции здесь падают? И вот здесь акции падают. И вот здесь вот они упали. То есть когда растут... Зачем писать, когда растут? Это неинтересно никому. Никто не будет покупать такие новости. А вот когда вот они упали, вау! Это кайф, кайф, кайф. А вот здесь вот они падают, падают, падают. Вот. И поэтому создается впечатление, что акции всегда падают. что акции всегда падают, кому это выгодно, я не знаю, кому это выгодно, но и почему так пишут, а потому что вы, друзья мои, вы ищите плохие новости, это зависит от нас, ищите хорошие новости, во-первых, а вторых, просто смотрите на графики, они не заряжены эмоционально, каких заряжают корреспонденты, которым выгодно продать какие-то новости, вот что я хочу сказать, поэтому, друзья мои, для того, чтобы быть всегда в курсе событий, чтобы знать о том, действительно ли рушатся цены на нефть, я это вот вижу регулярно, что пишут в новостях корреспонденты, надо просто самим владеть ситуацией, самим владеть вот этими инструментами, надо просто знать это дело, надо просто установить себе биржевой терминал и смотреть, и просто смотреть, как ведут себя акции, и вести себя вот так, и искать хорошие новости, я вам пишу, вот в прошлом моем видео было, дивидендные акции, 16% годовых, дивидендная доходность на акциях, 12-14% дивидендная доходность на акциях, кто вам об этом еще скажет, кроме меня, оставайтесь на моем канале, друзья мои, подпишитесь, вот, а для того, чтобы знать, какие акции покупать, какие акции на акциях, вот в следующем видео будет, 50% роста акций, 50% роста российских компаний акций, были такие акции, я вам их покажу в следующем видео, поэтому, друзья мои, оставайтесь на моем канале, поэтому, друзья мои, овладевайте вот этой техникой, установите у себя биржевой терминал, я вам помогу его настроить, биржа для чайников, именно этому посвящена, что покупать, как покупать, какую информацию смотреть, какой доверять, а какой не надо, и надо все проверять, вот что важно, проверяйте всю информацию, которую вам вешают на уши, на графиках, когда что-то выросло в 25 раз, а потом упало на 10%, то все умалчивают о том, что до этого оно выросло в 25 раз, друзья мои, вот прямо сейчас, буковка И сверху, вы видите, если наведете мышку на нее, там будет выскочить такое окошечко, и там будет биржа для чайников, ну не поленитесь, заведите себе брокерский счет, я вам еще раз говорю, смотрите, банковские депозиты дают 7, ну 8% годовых доходность, акции 50, 20, 30% годовых доходность, в 3-4 раза больше дают доходность, тот же самый модельный портфель, те же самые ноты, те же самые структурные продукты с защитой капитала, если вы говорите, что акции могут упасть, берите структурные продукты с защитой капитала, даже если акции упадут, вы ничего не потеряете, у меня структурный продукт с защитой капитала на золото, золото вырастет, структурный продукт вырастет пропорционально просто золото, золото упадет в цене, вы верите, что золото упадет в цене, оно, так сказать, падало в цене, да, вот, если золото вдруг упадет в цене, вдруг, да, Трамп делает так, что золото упало в цене, потому что все покупают доллары, Вот, и тогда я ничего не потеряю, абсолютно. То есть мои, так сказать, доходы в рублях, они застрахованы, потому что это структурный продукт защиты капитала, есть облигации, если вам не нравится что-то, есть облигации, берите облигации, я об этом рассказываю, очень подробно я рассказываю про облигации на своих курсах. Я с этого начинаю, потому что это самый надежный инструмент облигации. Сначала ОФЗ, в который, кстати, вкладывает пенсионный фонд наш. Вот у меня в чате парень спрашивает, говорит, а почему это я такой вот, ну, чайник чайником, я что сказать, только закончил курсы Демиткова Юрия, больше ничего. Почему наш пенсионный фонд показывает рост 8% годовых, а мой портфель вырос на 30%? Я что, круче, чем аналитики пенсионного фонда? Я говорю, да, круче. Потому что им приказывают вкладывать исключительно в ОФЗ, а ты немножечко рискуешь, ты вкладываешь в корпоративные облигации, ты смотришь, следишь за теми акциями, которые, да, ты круче, потому что ты кончил курс Демиткова Юрия. Вот, поэтому, друзья мои, еще раз, буковка И, соответственно, биржа для чайников. Оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Демитков Юрий.